Отличная идея. Тогда я тебя не потеряю. Не беспокойся. Я несостоятельный, докторишка. Почему же ты за меня держишься? Может, я тебя люблю? Это самое лучшее, что случилось со мной за последнее время. Гучо. А что произошло с Суси? Все получилось очень глупо. Ее отец запретил ей ходить в школу. Она была в отчаянии. Он отнял у нее самое дорогое шанс стать образованным человеком. Я зашел утешить ее, а она бросилась мне на шею. Ты ведь любишь меня. Суси, послушай, я люблю тебя, но этого мало. Подумай как следует. Нет, глупость и Гучо. Мне не о чем больше думать, кроме тебя. Гучо. Любимый. Так все и началось. Ей нужна была мечта о лучшей жизни, о любви. Мы раньше оставались одни, но ничего не было. А когда ее лишили книг и заставили заниматься домашней работой, Суси сломалась. В конце года история повторилась еще раз. Ее мачеха ушла в гости к родственникам, а отец работал. Нас было четверо. Нас было четверо. Цыпленок, Хуанита, Суси и я. Было весело. Мы решили выпить. Открыли шампанское. И выпили. Монтеполе сказал тост. Чтобы мой хлеб не сгорел, а мы все были счастливы. Пусть это будет хороший год, не только для нас, но и для всех в мире. Чтобы не было войны, и люди перестали ненавидеть друг друга. Нам было весело. Правда, войны все равно идут. Люди продолжают ненавидеть и убивать. А мир по-прежнему катится в пропасть. Мир сходит с ума, а молодежь все больше сбивается с пути, торопясь жить и хватаясь за все подряд. Возможно, ты не поверишь, но именно так и случилось со мной, Иисусе. Порой мы поступаем безрассудно, не думая о последствиях. Тебе важно знать о наших с ней отношениях? Это очень личное дело Гуччи и зависит от многих вещей. Я верю, что каждый сам себе хозяин. Хозяин ума, тела и поступков. Мы должны вести себя соответственно, допуская минимум погрешностей. Но никто не безупречен. Ошибаться – это право, а исправлять – обязанность. Знаешь, ты слишком взрослая для своего возраста. А ты безрассуден для современного парня. Безрассуден? Возьми проблему с сестрой. Ты мучаешься, пытаясь понять, что ее расстроило. Просто я чувствую, у них с бывшим женихом что-то произошло. Если мои подозрения верны... Что? Ты убьешь его, как в старинных романах? Не будь смешным. Что бы ни случилось, она сама виновата. Мария Милея не ребенок. Она женщина, которая способна сама принимать решения. Раз она это допустила, значит, это ее личное дело. И ты не должен вмешиваться. Иоланда. Чем дело, сестричка? Почему ты плачешь? Что случилось? Вам плохо? Алехандро сказал мне. Сказал, что женщина, с которой Франциска... Но не тяни, продолжай. Он говорит, это не Мария Милея, а Моника, ее сестра. Что? Это правда? Да, да. Она говорила ему, но он не поверил. Он все выяснил, сомнений больше нет. Почему же Франциска ничего не сказал ему? Почему промолчал? Наверное, у него была причина. Не знаю, возможно, его попросила Моника. Надо быть безумцем, чтобы сделать то, на что ты решился. Бог знает, с какой стати ты отдаешь любимую девушку в чужие руки. Чудеса. Если ты действительно любишь Мария Милею, я совсем запутался. То ты любишь ее, то Россио. Вы правы, Дон Руденсио. Столько шума вокруг двух девушек, а я по-прежнему один. Надо принять решение, пока ты молод. Если застоишься в стойле, появятся морщины, седина. Все начнет выпадать. Зубы, волосы. Однажды ты посмотришь в зеркало и увидишь там старика. Бросьте, Дон Руденсио. Вы выглядите молодцом. Видел бы ты меня, когда мне было двадцать. Я был стройный. С лихо закрученными усами. Женщинам особенно нравились мои глаза. Глаза. Говорили, что у меня сексуальный взгляд. А теперь посмотри на меня, Лала. Лоб в морщинах. Снег времен посеребрил мою голову. Жизнь — это танго. Но и годы врут. Двадцать лет — это много. Очень много. Они тяготят тебя. Но ты едва замечаешь, как они проходят. А когда сообразишь, то окажешься совсем один. Без семьи. Я открою. Привет, сынок. Какое облегчение, что это не Мария Эмилия. Я была так удивлена. Мне было трудно в это поверить. А теперь Элехандро сказал, что раз она не виновата, он намерен на ней жениться. Что? На ком? На Марии Эмилии. Он считает это своим долгом, потому что... Йоланда, неужели ты согласилась? Нет, я была против, но он настаивает. Не знаю, как Элехандро объяснил это заблуждение, но то, что ты говоришь, нелепо. Это просто абсурд. Подумай, о ком идет речь. Но она не виновата, Артензия. К тому же... Он любит ее и поступает как джентльмен. Голупец. И ты тоже. Неужели ты не понимаешь этот трюк, чтобы его заорканить? Совершенно ясно, что сестрички Парда Фигероу еще те штучки. Парочка авантюристок. Одна крадет мужа, а другая сына. Отличная дельца. Я не приму ее. Я не смогу. Еще бы. Не сдавайся. Глупо рассчитывать, что ты примешь в семью сестру мерзавки, которая увела твоего мужа. Ни за что. Знаешь, если эта девица готова на все, лишь бы захомутать Элехандро, пусть найдет себе другого идиота, чтобы решить свои проблемы. Пойдем. Добрый вечер, сеньор Руденсер. Добрый вечер, сеньора. Россио, девочка моя, уехала. И мне так одиноко. Мигелон совсем не бывает дома. Только Нина со мной. Знаешь, я хочу извиниться, Лало. Прости меня за все, что я наговорила, и за то, что выгнала тебя. Нет. Не надо плакать. Не плачь. Все забыто. Все в прошлом. Да благословит тебя Господь, сынок. Россио просила меня зайти.